Всем привет! Очень рад сегодня выступать перед такой заинтересованной молодой и талантливой аудиторией. Так, сейчас я научусь переслечать слайдер. Меня зовут Глеб. Это сигара фальшивая, но я подобрал эту фотографию, потому что выступаю сегодня в курилке Гутенберга. Я занимаюсь коучингом и геймификацией. Это проекты, которые помогают людям внедрять положительные изменения в их жизни. Сегодня мы поговорим про геймификацию, не про коучинг. Ну и немного обо мне. Я уже запустил и успешно провел два проекта. Проекты назывались «Убийзов Тромена» и «Убийзов Тромена 2. Волшебный пейли». Как ни сложно догадаться по названию, проекты были связаны с таким термином, как «телеполагание» и помогали людям достигать целей и изучать новые интересные техники, которые они могут применять в их жизни. Хорошо. Давайте с вами пообщаемся. Я надеюсь, что у нас сегодня будет беседа. Пожалуйста, поднимите руки, кто из вас любит играть в компьютерные игры и регулярно играет. А теперь поднимите руки тех, кто любит вообще играть в игры настольные и любые игры и регулярно играет. Рук даже меньше, чем в компьютере. А теперь, пожалуйста, поднимите руки те, кто любит учиться. Обожаем. Ничего себе, ребята. Ну, я, честно говоря, не ожидал такой статистики. Но если говорить в целом в мире по статистике, то намного больше людей сейчас, как ни странно, любят играть в игры, чем учиться, чем работать. И об этом говорят в первую очередь распространение как мобильных игр. То есть, если брать 2014 год, то по сравнению с 2012 годом почти в два раза увеличилось скачивание мобильных игр. Кроме того, вы знаете, вот есть такая игра, как танки, да? Вот у меня, в частности, есть друг, который на работе, ну, называет себя, по сути, офисным планктоном. То есть, у него работа не вызывает никакой вовлеченности, никакого интереса. Он просиживает на работе штаны, но зато после работы, после того, как он уладил все дела с женой, у него наступает двойная жизнь. Вот. Он участник одного из лучших кланов в танчиках. Вот. И у него там очень хорошие успехи. Ему даже платят за это деньги, за то, что он участвует. И он там борется, он там преодолевает препятствия. А на работе снова превращается в такой гриб, который просто растет под солнцем. Вот. И вот этот фактор... Молодой человек, извините, пожалуйста, не мешайте. Вот. И вот этот фактор, он заинтересовал ученых, почему же так? Почему люди, в принципе, готовы игроки преодолевать серьезные препятствия в играх? То есть часами сидеть, бороться. А вот в повседневной жизни не готовы вот так вот делать. Кстати, вот в связи с этим вопросом, скажите, пожалуйста, а почему вы любите игры? Почему? Поднимайте. Потому что они уносят из этого мира и тот мир помещают, который тебе больше нравится или подходит. То есть какая-то интересная концепция, которая захватывает, поглощает. Так, еще какие варианты? Азарт. А с чем азарт связан? С соперничеством. Ну, соперничеством. Да. Не знаю, когда время действительно летит. А до этого чувствуется напряжение, чувствуется эмоции. Эмоции. А какие эмоции? Какие эмоции вы получаете в игре чаще всего? Радость, конечно. Злость. Радость. То есть вот еще один фактор, что постоянно получаете какую-то радость. Да? Да? Какой здесь подход? Ну, это выход, ты здесь. Сидя дома за компьютером. Ну, то есть преодоление, да? В самом случае, сейчас как много, сидя еще кто-то в жизни проводит. В общем, понятно. Значит, хорошо. А сейчас мы рассмотрим, какие характеристики вообще в игры. Ну, в игре есть правила, конкретные роли у игроков, ограничения в пространстве и времени и безопасности. Вот. И вот что такое геймификация? Как я сказал, вот ученые заинтересовались тем, что люди больше вовлечены в играх, чем в обычных каких-то неигровых ситуациях. И геймификация – это использование игровых механик для неигровых ситуаций, которая позволяет повысить вовлеченность участников в решение прикладных задач, в использовании продуктов и услуг, усилить лояльность клиентов. И геймификация уже проникла в нашу жизнь. Она применяется в различных сферах. Основные сферы – это бизнес. В бизнесе – это для увеличения эффективности управления персоналом. В науке – это для различных разработок. В обучении – это для лучшего усвоения материала. В маркетинге и рекламе – это всем известные программы лояльности для подсаживания потребителей на продукцию. Для вовлечения потребителя – весь процесс, связанный с брендом. Вообще, мы сейчас немножко посмотрим историю, также и в других сферах применяется геймификация. Но мы сегодня не будем брать маркетинговую, рекламную составляющую. Мы возьмем немного, я расскажу о бизнесе, хотя я лично не занимаюсь работой с компаниями по геймификации. Я просто нашел для вас несколько кейсов, чтобы вам было интересно, как примеры применения геймификации. И вторая область – это то, чем я занимаюсь, это обучение, это для личного развития в тренингах, то, как это работает. Поэтому сейчас давайте еще поговорим, какие основные принципы геймификации. Это создание легенды, которая вызывает интерес пользователя. Вот это то, о чем сказал молодой человек. То есть должна быть интересная, нестандартная легенда для участников, чтобы она поглощала какая-то история, чтобы было интересно участвовать. Вот. Второе – это постоянная обратная связь. И нужно, чтобы была положительная обратная связь. Наш мозг устроен очень просто. Почему затягивает так контакт? Почему затягивают игры? Потому что там разработчики все очень здорово сделали. Потому что очень много действий, которые приносят нам мгновенное удовольствие. Это мгновенный прыск дофамина нам в мозг. Получили лайк – сразу почувствовали дофаминчик, пошел хорошо. Процессы в игре. Если вы начинаете, там специально все сделано. Если вы посмотрите игру, там сразу вас начинают хвалить. У вас начинаются какие-то достижения. Вы прям начинаете играть и чувствуете, что вы развиваетесь. Вы очень крутой. Вот. И вот это принцип, что есть обратная связь. На работе такой обратной связи, ну, она вот вдалеке. Ее нет. То есть вот прямо вас никто не хвалит за какие-то маленькие действия. Вы не чувствуете нужность их выполнения. Вот. Кроме того, поэтапное погружение и усложнение. Усложнение очень важно для человека. Потому что если вы будете делать одни и те же повторяющиеся действия, вам очень быстро станет скучно и неинтересно. Жить, в принципе, без усложнений. Любая деятельность, она неинтересна для человека. Ну и соревновательный аспект. То, что вы сказали, это андарт. Это там социальный аспект, да. Что вы соревнуетесь, вы победитель. Социальное призвание, признание. То есть, в общем, вот эти все социальные факторы с ними играют так же и применяют для неигровых процессов. И давайте пробежимся по некоторым событиям. Началось все, конечно же, с создания, в принципе, первой модели игры. Разработал Ричард Барту. Он создал первую многопользовательскую игру. Это был еще текстовый аналог без графики, где несколько игроков, они могли взаимодействовать, они могли достигать каких-то задач. И дальше, после того, как в 80-х годах игры распространились, ученые стали интересоваться, почему же игры помогают игрокам для решения различных задач, критически мыслить, решать проблемы. И ученые пришли к выводу, что наиболее аспекты, которые позволяют решать задачи, это вызов, фантазия, любопытство и контроль. И вот в 80-х годах ученые впервые пытаются создавать учебные игры, которые позволяют решать какие-то проблемы. В 2002 году была создана инициатива серьезных игр, которая позволила, одно из достижений которых, разработать программу для улучшения, соблюдения показаний врача, пациентам. То есть они участвовали в этой игре, и у них лучше получалось следовать указаниям врача. Дальше, в 2003 году был введен термин геймификация. Вот в 2003 году также впервые использовали в политике на президентских выборах в США один из кандидатов. Его штаб создал программу «Игру», в которой обычные пользователи могли научиться, как организовать поддержку избирательной кампании с нуля. Я думаю, что нашим политикам тоже стоит взять это на вооружение, например, Жириновскому создать программу и обучить своих избирателей, чтобы он смог транслировать свою политику. Дальше, в 2007 год создали игровой сайт для телекомпании NBC, который очень хорошо подсаживал потребителей на контент, который находился на сайте. Благодаря этому получилось потребителей подсадить на рекламу. То есть им было интересно смотреть эту рекламу, участвовать. И начиная с этого года уже компании всерьез начинают рассматривать игры для привлечения потребителей. Еще один факт, что в 2010 году в Швеции предложили для водителей не только штрафы, то есть камеры, если снимали водителей, если они выявляли, что не только были нарушены правила, но и соблюдались правила, то те, кто соблюдали правила, они участвовали в лотерее. И этот факт, что есть вознаграждение, по результатам тестов выявил, что улучшилось соблюдение правил. То есть тоже были применены принципы геймификации. Ну и дальше в 2010 году все корпорации начинают внедрять свой бизнес. Пример, в мае 2011 года ВМС США запускают многопользовательскую видеоигру для генерации идей по борьбе с пиратством. То, что вы знаете, вот пираты воруют корабли, вот для этого создавали игру и помогали решить эту проблему. И в 2011 год, сентябрь, онлайн-игра Folded. Обычные игроки создали схему ретровирусной протеразы, что может помочь в борьбе с ВИЧ. Эту схему не могли составить ученые десятки лет. И вот использование принципов геймификации позволило буквально за месяц создать эту схему. То есть это говорит о том, что вот эти нестандартные методы, они работают. И давайте посмотрим, что происходит, когда все условия игры соблюдаются. То, о чем я говорил. У человека, который является участником игры, происходит отказ от стереотипного поведения. То есть у нас, у людей есть определенное стереотипное поведение. Оно может быть у каждого человека свое. Это сопротивление новому, сопротивление нарушению приватности или нападение на слабого. Но когда человек попадает в игру, когда в игре есть правило, если его стереотипное поведение, оно противоречит правилам, человек с легкостью от него отказывается. И это открывает очень большие перспективы, прежде всего для бизнеса. В бизнесе в чем основная проблема? Что единственной веревочкой, которая держит работника, является заработная плата. это тонкая ниточка. И она на самом деле действует очень плохо. То есть, как только какой-то происходит кризис, как только что-то случается, выходит новый игрок на рынок и предлагает лучшие условия, сотрудника очень сложно удержать становится. И смысл введения геймификации в компании – это увеличить вовлеченность, чтобы человека держала не только зарплата, а какие-то интересные задачи. То есть, чем больше вот этих факторов, которые удерживают человека, тем сложнее ему уйти с этого места, если ему интересно. Кроме того, вот поднимите руку, кстати, кто из вас работает? Отлично. Но проблема там такая, вот в частности в продажах, в чем проблема, что люди сидят на попе ровно. Когда им дали план в начале месяца, никто, конечно же, не бежит выполнять план, а все начинают шевелиться только, когда поджимается ровно. И вот это применение геймификации, она позволяет более эффективно распределить вот эти усилия человека. То есть, люди начинают не в последний момент все на зубах делать с негативом, преодоление вот это, а интересно, вовлекаясь в процесс, делать работу, достигать плана. И, как я говорил, я для вас подготовил несколько кейсов из бизнеса, которые мне показались интересны, которые я вам хотел бы рассказать. Первый кейс – это компания «Интерпай». Это очень серьезный международный производитель бесшевных сводных труб. Этот пример демонстрирует следующее, что международные компании, очень серьезные, очень авторитетные, они применяют вот эти техники, зачастую достаточно, ну, не серьезные какие-то, детские, но они понимают, что людям так намного интереснее. И вот компания «Интерпай», они объявили акцию, которая называется «В погоне за ежиками». Они ввели у себя, ну, чтобы вы понимали, это производство, серьезное производство, международные стандарты. И там на производстве работают люди. И они ввели игровую валюту – ежики, которые были снабжены магнитами, чтобы их нельзя было подделать. И каждый человек, он мог зарабатывать эти ежики, делая полезные дела из прайса добрых дел компании. Дела были разные, то есть дела, они были связаны как с ключевыми показателями эффективности, то есть самих сотрудников, но очень много было задач, которые были около. То есть выступить там наставником или привлечь нового человека в компанию, какую-то привнести идею, реализовать идею, выступить с инициативой и дальше выполнение каких-то командных показателей. То есть не все, что было, вот есть ключевые показатели эффективности, которые у человека в мотивации заложены, а есть какие-то около вопросы, которые способствуют командному духу. Вот они обратили внимание именно на это. И в результате, и что еще интересно, раз в месяц открывался вот этот ежиковый магазин, и там участники могли зайти ежики, приобрести призы. Призы, самое интересное, были недорогие. То есть там до 30 долларов эти призы были, и, ну, как ни странно, участникам было очень интересно, вот их вовлекла именно идея, им было очень интересно бороться за эти ежики, получать эти призы. То есть в результате затраты на акцию были небольшие, но результат получили дорост показателей КПИ, вот, и вот всех основных характеристик, которые нужны, да, руководителям, по ним был рост по результатам 8 месяцев, в среднем выросли на 30%. Дальше, следующий пример. Крупная ИТ-компания, с чем столкнулась? Они, была относительно молодая компания, они выходили на рынок, и у них продажи очень пошли в гору. И вот команда продажников, когда у них появились крупные клиенты, они сформировали вот этот плато продаж, и команда продажников просто, грубо говоря, зажрались. То есть им стало неинтересно. Есть крупные клиенты, от них идут денежки, зачем что-то там делать? Что делает компания? Компания применяет принцип геймификации, по которому она берет и создает команды продажников, причем в каждую команду она включает, подбирает таким образом, чтобы в команде был и лидер, и скептик, то есть подбирает людей и по разным уровням компетенций, и также подбирает разные психотипы, чтобы вот команда, они были очень разношерстные, и там определенная возникала хибия между людьми. И она озвучивает следующее, она все, они берут, считают, они смотрят, вот если эти команды, они увеличат нам продажи. Каждый человек в команде, у него был свой минимум, какой он должен достичь по продажам, плюс команда имела общий показатель, которому она может победить и получить зарплату за 3 месяца в 3 раза больше, чем обычно. То есть люди были офигенно замотивированы, и плюс это было очень выгодно для компании, потому что рост вот этот, который они планировали, который они объявили приз, он покрывал все эти затраты. И что получилось? В результате вот в этих новых командах произошло следующее, что люди, я не ожидал, что так быстро время придет, что люди стали кооперироваться, и они объединили усилия и достигли очень высоких результатов. В 3 раза они превзошли вот эти плановые показатели, которые им были озвучены. Вот. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...